Сегодня в нашей стране создана и успешно работает многоуровневая система медицинской помощи будущим матерям. Благодаря этому цифра преждевременных родов в Брестском областном родильном доме стабильно – 500-600 в год. На 100 родов всего три случая рождения детей раньше срока. Недоношенным считается ребенок, который появился на свет с 24 по 37 неделю беременности. Технологии выхаживания детей требуют определенного уровня аппаратуры, качества. И, соответственно, в уровне подготовки персонала на этом фоне медикаментозная подпорка, образно говоря, соответственно, и всякие расходные материалы, чтобы бесперебойно все работало. Поэтому как бы затраты большие на ребенка идут одного. Но это стоит того. Стоит потому, что он же родился уже на свет, правда? Но коли он родился, то надо помогать ему. Современное медицинское оборудование позволяет выхаживать грудничков и с экстремально низкой массой тела – до одного килограмма. В прошлом году таких малышей родилось семь, в нынешнем – шесть. В отделении интенсивной терапии и реанимации новорожденных Брестского роддома таких малышей выхаживают с 2014 года. Каждый случай медики помнят. Благодаря их усилиям малыш получает второй шанс на жизнь. И они где-то так 61% примерно от всех рожденных в роддельном доме недоношенных. То есть вся группа детей до двух килограммов ведет в основном к нам сюда. Ну, чтобы собрать недоношенных детей. Ну, а дополнительно еще дети с родственной патологией, которые требуют определенного уровня выхаживания, лечения. Государство дало нам очень хорошую современную аппаратуру. В первую очередь кувезы, дрегеровские, которые, в общем-то, позволяют держать температуру, влажность в кувезе. То есть все условия максимально приближены для именно недоношенного ребенка, чтобы он подрастал, выздоравливал. И, в общем-то, условия максимально приближены к утробе матери. Пятая часть из наших детей, которые госпитализируются в наше отделение, идут недоношенные. Но у нас здесь выхаживаются детки с весом 2 килограмма и более. То есть глубоко недоношенных мы на себя не берем, потому что период выхаживания достаточно длительный. И, в общем-то, у нас количество детей, желающих здесь, в общем-то, долечиться, наверное, больше, чем мы можем позволить себе покой ко месту. После интенсивной терапии малыши с мамами долечиваются уже вместе в отделение новорожденных и недоношенных детей с перинатальной патологией. По статистике удается выходить до 90% торопыжек, родившихся раньше срока. 60% детей вырастают абсолютно здоровыми. И здесь главное, говорят медики, желание родителей проводить грамотную реабилитацию ребенка. Мамы, которые выписываются от нас, как правило, с недоношенными детьми, глубоко недоношенными, такие вот по 2 килограмма, которые начинают от нас, жизненный путь, продолжают от нас. Они к нам приходят в гости. Приходят уже в годик, своими ногами, с бантиками на голове. И, в общем-то, счастливая улыбка ребенка. И мама говорит о том, что, в общем-то, все прошло хорошо. Ну, конечно, помощь мамы, семьи в этом случае очень важна, потому что это недоношенный ребенок. И он должен вырасти здоровым и в физическом, и в психическом развитии. То есть это достаточно трудно. Без рук мамы, без рук папы ничего, к сожалению, не получается. Брещанка Анастасия и ее первенец Даниил провели в Брестском роддоме 16 дней. Родившись немножко раньше срока, малыш заставил маму поволноваться. Сейчас все позади, и через два часа Анастасия с малышом покинет стены роддома. Я, наверное, большей помощи не получала еще нигде. Но это откровенно, вот серьезно. Начиная от акушеров и заканчивая пребыванием здесь, я благодарна каждому. То есть у меня нет ни претензий, ничего. Наоборот, только положительные какие-то эмоции. Настолько поддерживают эмоционально. Ну, тяжело, правда, особенно, когда ты попадаешь из роддома, еще и долечивать надо малыша. А если он и первый у меня, то мне очень помогли. Я того и всем. Сегодня в нашей стране система помощи недоношенным детям и их родителям после выписки из роддома еще далека от европейской. Вместе с тем именно грамотная реабилитация, качественное лечение и родительская поддержка позволяют вырастить полноценного ребенка. Ирина Альшова, Андрей Щербан, Тон Луговкин, телекомпания БОК-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok